Негатив в сеть. На предстоящие повышения тарифа на проезд уже отреагировали каргандинцы. В социальных сетях появились предложения ко всем пассажирам автобусов. Снимать на сотовые телефоны все факты грубости со стороны водителей и кондукторов, курения, прихода автобусов не по графику и прочее. И выкладывать все это в интернет. Новость шокировала. Большинство населения было уверено, что проезд, если и подорожает, то ненамного. Тариф 80 тенге на сегодня есть только в Алматы. Даже в Астане в общественном транспорте пассажиры платят всего 60. Как мой муж сказал, дешевле будет ездить на машине тогда, нам с ним на работу. Ездить на работу за 80 тенге – это, считайте, 5 тысяч каждый месяц. Ну почему Петропавловский, Павлодаре 50-60, а у нас 80? Ну мне скажите. Климатические условия, Павлодаре еще холоднее, чем у нас. Петропавловский еще холоднее. Цена бензина одинакова везде. Но нет абсолютно никаких мотиверных данных. Просто наши депутаты спасывали перед монополистом очередным. Они пасуют перед ЖКХ монополистами, которые издеваются над людьми, как хотят. То же самое и автопарк третьих, главный перевозчик, то же самое делает давить на них. И я просто поражаюсь. Исполнительный представительный власть не смогли защитить интересы людей. Они обязаны представлять интересы людей. В данном случае они их предали, проигнорировали. Напомню, в минувшую пятницу депутаты собрались второй раз на внеочередную сессию и почти единогласно проголосовали за тариф 80 тенге. Правда, предъявили дополнительные требования к автопаркам. Оборудовать автобусы устройствами непрерывной передачи данных по каналам связи в режиме реального времени, то есть GPS-мониторинг, и видеорегистраторами внутри салонов автобусов. Производить обновление не менее 5% подвижного состава каждые 6 месяцев. Внедрять новую систему оплаты проезда, электронное обелечивание. Неукоснительно соблюдать утвержденное расписание движения автобусов на городских и природных маршрутах и обеспечить стопроцентный выпуск автобусов на линию. Акиматы автопарки подписали меморандум и согласились выполнять эти условия, в противном случае платить неустойку. Мы ощутим какие-то увеличения в плане того, что вы говорите, прибыли. Это только через год. Хотите сказать, что на следующий год не будет ничего из того, что меморандумы принесли? Я этого не хочу сказать. Раз мы подписали меморандум, если вы знаете перечень вопросов, которые там перечислены, значит они будут выполняться после повышения тарифа. Напомним также, что 8 ноября депутаты уже голосовали по поводу тарифа 80 тенге и не приняли его. По словам Дмитрия Бойко, второй раз за эту же цифру по закону голосовать нельзя. Кроме этого, бывший депутат областного маслехата нашел еще, по крайней мере, 3 нарушения, допущенные при принятии нового тарифа. Ходатайство о созыве в днеочередной сессии не зачитывали, объявления в газетах о ней не было, согласительная комиссия не заседала. На основании вот этих четырех фактов, я полагаю, есть основание депутатам обратиться в прокуратуру со ссылкой на вот эти нормы, которые я говорил, проверить законность проведения в соответствии регламенту и принять решение в сессии незаконно ввиду четырех нарушений. По совести депутаты, которые не выполнили волю избирателей, должны просто подать в отставку, считает Дмитрий Бойко. По его подсчетам, с сентября 2010 года тариф на проезд вырос по сравнению с уровнем инфляции в 13 раз, по сравнению с минимальной зарплатой в 20 раз.